здравствуйте дамы и господа мы этой серии завершаем такое видео такой маленький цикл из 9 серий до повод этой постановки что хотелось в общем то в этой постановке наверно хотелось показать хотелось показать работу над довольно таки обычной постановкой обычным заданием по живописи для средних учебных заведений для высших наверно тоже вот фигура в одежде она у нас идет в конце цикла живопись фигуры да ну принципе конечно могла бы идти одно из первых заданий в этом цикле но все-таки лучше нам начали фигуру просто из одежды научиться рисовать писать вот об остановке в одежде тоже можно делать вот когда их делать это всегда большой вопрос можно раньше можно позже ну желательно чтобы все это мы могли рисовать фигурку этого момента хотя бы по рисунку фигура должна быть уже как-то немножечко освоена вот чем нам интересны постановки одетой фигуры да то что мы видим разнообразие по тону и по цвету помимо задачи связанных с рисунком фигуры мы также сталкиваемся с разнообразием по тону по цвету с которым нам интересно работать поэтому вот такие задания конечно они должны быть если мы не учимся при этом в каких-то учебных заведениях учимся сами тоже нужно иметь ввиду если взять программу как-то в ретроспективе себе представить то желательно что будет последовательно двигались и важные части не пропускали сейчас конечно к сожалению камера у нас состоит так что толком не весь холст видно иногда не видно даже где идет работа но немножко видно что немножко видно что идет попытка уточнение каких-то нюансов означает ли это что работа прям вот очень хорошо прописаны дальше и вести нельзя нет конечно это не означает вот но как то так вот получается что имеет свое завершение в этом мире а так в принципе можно было бы ее еще прописать и прописать действительно постараться затратить на побольше времени получилось ли ощущение обычной постановки то ну в чем-то наверное да конечно видите я все время что-то делаю с фоном то есть там справа я сделал открытую дверь море небо да и поэтому хлебом не корми да и поиграться как-то но мне кажется что в то же время вот и в наших учебных постановках мы тоже можем мы тоже можем иметь выход во что-то то есть сколько я помню свою учебу всегда есть проблема рутины да и конечно она решает с тем что люди просто хорошо выполняют учебные вещи и радуются от этого но мне кажется что также можно и пытаться по-своему прочитать найти в этом какой-то дополнительный смысл дополнительный какой-то контекст под текст и таким образом как бы порадоваться такой момент я думаю что то что касается постановок в одежде конечно для нас попытка вот какого-то взгляда в историю она конечно важно потому что что важно для нас да это ну не впасть в рутину допустить рутину и в этом смысле костюмированные постановки какие-то исторические если любишь историю любишь историю культуры они конечно для нас представляют интерес и хорошо что это было в советское время но да и раньше было всегда а сейчас конечно с появлением исторических реконструкторов это стало особенно актуально и с точки зрения современности да и с точки зрения того что просто есть люди до которые эти костюмы имеют могут у них приехать могут посидеть по позировать это в общем для нас представляет радость такую и пользу поэтому я думаю я всех призываю этим пользоваться таким сотрудничеством до взаима взаимополезным вот такой вот момент но в конце работы что для нас существенно больше смотреть как это все смотрится другое дело что надо иметь ввиду что конец работы сможет наступить вполне прогнозируемо для нас и не вполне 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 ожидаемо до наступить несколько неожиданно поэтому лучше если мы будем постепенно привыкнем вести работу так что конец может наступить конца не работы может наступить любой момент и в этом случае что нам делает да при таком подходе все время смотреть более менее цель надо чтобы работу можно было остановить в любой минуту и она для своей стадии понятно что мы не можем за пять минут все сделать так нам хотелось но мы можем пытаться вести работу цельно так чтобы для своей стадии она смотрелась более менее завершенной и мне кажется это такая позиция она как бы хороша хорошо нам культивировать такую позицию что еще по поводу учебных постановок хорошо конечно ставить в разные гамме еще ну вот мне кажется что такое достаточно спокойной ну и скажем так благородных тонов гамме доставить тоже очень здорово замечательно да то есть той гамме который сама по себе нас сама по себе нас про как бы настраивает на живописность которая которая сама по себе живописная да это хорошо вот потому что что касается формирование учеников да конечно хорошо когда мы не просто призываем как-то брать живописнее да потому что эти вещи сложно как-то их надо все равно прожить это нужно время а если мы ставим постановки сложные по цвету такие вот спокойных благородных тонов то человек когда их пишет энное количество раз он сам не особенно-то осознавая он постепенно в эту живописность погружается поэтому мне кажется вот это желательно с одной стороны с другой стороны конечно же очень важно что было что-то ярко чтобы наступала такого уныние серости и душе ученика не в работе в самой ну что ж дамы и господа на этом отчета вот этой постановки у нас закончится еще есть другие материалы которые лежат на жестком диске тоже надо как-то выкладывать спасибо вам за внимание всего вам доброго до новых встреч наши координаты наша группа вконтакте давнишняя да наша группа почти ну менее давнишние но быть еще и более популярная вот это да и и мои координаты если вам захочется что-то уточнить спасибо вам всего доброго до свидания